Я лично сам столкнулся с этим, когда я был похищен Исламом Кадыровым. Я сидел там среди вот этих хитанаев, шахидов и прочих. Я тогда не знал, что Кудда Хаджи, что они верят в то, что он вернется, они думают, что он жив. И я позволил себе там сказать, типа, ну они же уже умерли, они же мертвы. Есть люди, которые верят, хотите, верьте, он так говорит. Хотите, не верьте. И понятно, что наши бандийцы, они не верят в это, что этот Кудда Хаджи, он не умер, что он, значит, вознесен и должен вернуться в своей основе. Ты же вернулся, говорит Амур. Я вернулся, все верно. Так, еще одна тема, которую я хочу обсудить перед тем, как мы закончим этот эфир. Вся кадыровская пропаганда религиозная построена на проталкивании, продалбливании, навязывании суфизма. И такой, одним из толпов этого суфизма является убеждение, убежденность в том, что Кунда Хаджи, один из шейхов, устазов, руководителей, в общем, это одного из суфийских орденов, что он, а это человек, живший во времена имама Шамиля, 19 век, значит, убежденность в том, что он не умер, он вознесен, и когда придет время, он как пророк Айса, алейсалам, должен, значит, вернуться, причем вернуться, он должен именно в Чечню. Это то, что нельзя вообще никак оспаривать. Кунда Хаджи считается святым. И даже бытуют такие разговоры о том, что он до сих пор жив. Не бытует, а мы придерживаемся этого. А есть какие-то свидетельства? Мы утверждаем. Мы утверждаем. Но, как Всевышний Аллах говорит в Священном Куране, есть люди, которые верят, хотите, верьте, он так говорит. Хотите, не верьте. Если вы, если кто-то рискнет публично сказать, что он мертв и не вернется, этого человека ждет очень жесткая расправа. И, ну, надо сказать, что суфизм в Чечне, он, в принципе, делится на два таких основных направления, нахшабандийский и хадарийский. И понятно, что нахшабандийцы, они не верят в это, что этот кунда Хаджи, он не умер, что он, значит, вознесен и должен вернуться в своей основе. Но они это говорить не могут. То есть, они там, может, в своих кругах это обсуждают, но публично никто из их деятелей подобное сказать не может. И так, в принципе, это было и раньше так, и продолжает быть таковым и сейчас. И поэтому я сейчас хочу обратить внимание. Давайте для начала, чтобы не было вопросов, да, что я это от себя говорю, давайте посмотрим, как это утверждает Салах Межиев, муфтий кадыровский. Салах Межиев, муфтий кадыровский, муфтий кадыровский, муфтий кадыровский. Здесь, кто не знает чеченского языка, он здесь говорит, что кунда Хаджи жив, в этом нет никаких сомнений. Он, значит, путешествует сегодня по миру и призывает людей к исламу. То есть, распространяет ислам в этом мире. Он говорит, что он путешествует там между Китаем, Индией, Африкой и приводит там людей в ислам. Во время этого эфира, они где-то на телевидении сидят, там рядом с ним сидит один из потомков. Потомком его назвать неправильно, потому что это потомок по линии дочери. Но, в общем, некий какой-то там четвертый, третий или четвертый внук этого кунда Хаджи по линии дочери этого кунда Хаджи. Потому что у кунда Хаджи не было сына, и у него каких-то прямых потомков в его роду нет. В общем, настолько это как бы догма, кадыровская догма, это никак оспаривать нельзя. Вот слова самого Кадырова. Вот он, вот это видео, и вот послушайте, что он говорит. Нет, он говорит, никаких сомнений в том, что Хаджи объявится среди нас. И поэтому я сейчас хочу обратить твое внимание, кадыров, на другие твои слова. И хотелось бы, чтобы ты как-то прокомментировал, может быть, что-то изменилось. Давайте сначала посмотрим, что сказал кадыров. У меня была мечта умереть, чтобы увидеть пророка и увидеть своего устаза, кунда Хаджи, говорит Кадыров. И поэтому сейчас к тебе вопрос. Что-то изменилось, кадыров, вы узнали о том, что кунда Хаджи все-таки мертв, он уже не вернется? Есть ли какие-то изменения в этой вашей догматике? Как относиться к этим твоим высказываниям? Зачем тебе нужно умереть, чтобы увидеть кунда Хаджи? И пророка, ладно, нет сомнений, мир ему, что он мертв. Соответственно, здесь это было бы логично. Ты умираешь, и ты, если ты считаешь, что после смерти там можно как-то встречаться, видеться, окей, ты бы увидел пророка. Но кунда Хаджи, по вашим же утверждениям, он ведь не мертв, он ведь жив, он ведь путешествует сейчас между Африкой и Китаем. Как ты можешь его увидеть, умерев? Чтобы его увидеть, тебе наоборот надо жить, по логике, если он жив. Поэтому, если раз уж ты это сказал, пусть твой муфтият какое-то разъяснение сделает. Вы все-таки для себя открыли, что он умер, и теперь, чтобы его увидеть, вы должны тоже умереть. Либо это нужно как-то иначе понимать, либо, может быть, конкретно ты прозрел. Короче, дай какое-то разъяснение по этому поводу, потому что это очень сложный момент. Сейчас, может быть, люди не в теме, сидят и просто глаза сделали, выкатили их, и удивленные слушают нас. На самом деле, это реальная, насущная проблема внутри Чечни, потому что я лично сам столкнулся с этим, когда я был похищен Исламом Кадыровым. Я сидел там среди вот этих хитанаев, шахидов и прочих. Я тогда не знал, что Кунта Хаджи, что они верят в то, что он вернется, они думают, что он жив. И я позволил себе там сказать, типа, ну, они же уже умерли, они же мертвы. Когда была тема насчет, там, прощения, обращения к ним с просьбами, там, к святым, я сказал, а что к ним обращаться, они же мертвы, они же не смогут помочь. И они там, они так отреагировали, что? Ты говоришь, что Кунта Хаджи мертв? От этой их реакции я понял, что я что-то не то ляпнул. Я сразу сказал, стоп, 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 я просто там неправильно выразился. Я даже не знал вот этой вот темы и пострадал. А представляете, если ты, зная там что-то такое, скажешь, какая будет у них реакция. Поэтому это очень важный момент. Может быть, уже можно говорить? Может быть, запрет на это снят? Это стало приемлемым разногласием в этой суфийской, в Аль-Суфе, в Аль-Чешане. Может быть, теперь можно там эти вещи, об этом как-то спорить, дискутировать. Короче, дайте разъяснение, Муфтият. Уже надоело, надоело в этой неразберихе жить. То он у вас вернется, то вы должны умереть, чтобы его увидеть. То он у вас между Африкой и Китаем призывает. Дайте разъяснение, пожалуйста. Ты же вернулся, говорит Амазунов. Я вернулся, все верно. Видишь, чтобы меня увидеть, не нужно было умирать. Кадыров, может быть, поэтому осознал, что теперь не нужно умереть. Точнее, наоборот, Кадыров осознал, что чтобы его увидеть, нужно умереть. То есть он не вернется, может, он понял, что все, его ждать не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok